Студия позитивного мышления Статьяна Салмановна, Мактум, Сейфудин, это я. Сегодня у нас 2 января 2021 год. Кушаю блинчики с имитированной черной икрой. Читаю мою книгу «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания». Вот такие вот дела. В общем, смотрите мои такие 8-минутные видео. Так что вот, и очень такой интересный вопрос, скажет Статьяна Салмановна. Вы вот пишете, что каждый человек рожден, чтобы быть счастливым и процветающим. Вот в интернете можно посмотреть видео Валерии Лукьяновой, которая в своих видео говорит, что, ну, можете считать, что если вы считаете, что вы как-то вот этой кармы у вас нету, вы считаете, что вы все правильно делаете, то так оно и есть. В общем, никакая карма не действует и так далее. Так что вот, они скажут, Статьяна Салмановна, как вы считаете, вот Чикатило, вот Чикатило, вот такой, в общем, известный персонаж. Вы понимаете, да? Если он считает, что он как бы вот это, что карма на него не действует, вот вы пишете, что каждый, что он тоже рожден, быть счастливым и процветающим. Скажут, ну, вот одна говорит одно, вот вы пишете, что каждый, ну, в общем, одно дело рожден, другое дело, что человек делает. Так что вот, так что, по словам, наверное, варили Лукьяновы, его надо было сразу выпустить на свободу, в основном, как бы, ну, что там, карма? Карма не существует, и карма, в общем, вот это выпустить. Пусть гуляет, пусть гуляет. Что, интересно, Валерия Лукьянова скажет, что вот на вот эти вот слова есть, ну, как-то будет вот это вот. Ну, я не знаю, вот такое. А знаешь, я вот смотрела в интернете, я вам тоже, я закружала там, на мою страницу ее видео. Знаете, на семинарах Натальи Правдиной, как Наталья Правдина говорит, различные виды удачи есть, небесная, земная, понимаете, вот это вот. Удачи, с которой человек рожден, вы поняли, да, она как-то 30 по 30, в общем, делила это. Что человек может сделать, с каким, так же вам, багажом он родился, вы понимаете, да, то есть вопрос такой очень, в общем, так интересно, Наталья Правдина рассказывала. В общем, блинчик. В общем, он совсем пожарился. Вот так. Ага. Ага. Продолжение следует... Просто, на самом деле, она вот говорит Валерию Кьянову, что ее приняли, и, по-моему, единственная женщина, ее приняли масоны в свою ложу. Я просто хочу сказать масоны. У меня, кстати, были масоны во Френдах. Конечно, я не могу сказать, приняли вы ее или нет, но по ее словам, она масон. В принципе, единственная женщина, по-моему, за всю историю масон. На своих видео она говорит, что карма, можете считать, если вы считаете, что вы правы, кармы не существует. По ее словам, нужно всех преступников, которые, знаете, отбывают пожизненное заключение, убийцы, насильники, их нужно выпустить. Вот с ее слов. Если они считают, что они правы, что, как бы, вот это, что карма на них не действует, ну, пусть гуляют. Получается, что, ну, вы ее приняли, вот это вот, масоны, она такое говорит. Ну, предположим, вот их выпустят, а они вот к вам туда придут, эти преступники. Как вам такое? Вот она просто это говорит отвлеченно, понимаете? Вот она так вот, как-то так вот рассуждает, вот это отвлеченно. А я просто удивляюсь на вот это вот. Вы просто послушайте. Если вы ее не приняли в масоны, тогда вы ей скажите, чтобы она сняла это видео с эфира, что она не является масоном. Потому что я такая известная вообще, знаете, в принципе, организация, тайное, тайное общество. Я сама отлично слышала в интернете, вот она говорит, что ее приняли в масоны. Вы ее приняли в масоны, нет? Может быть, вы тоже, наверное, считаете, что, в общем, как-то там это. Но они, наверное, не боятся. Я думаю, что, знаете, они как-то при охране там вот эти вот. Они, наверное, особо не боятся. Они, наверное, как-то так это относятся. Просто одно дело там, что-то там выкладывать как-то, одно дело там быть как-то вот по себе. Знаете, просто там кто-то, ну, он там занимается, чем она там занимается, в общем, различными, знаете, какие-то там, летает сновидений какие-то у нее такие сновидения летающие в общем она много там о чем говорит что-то там преподает она у него там школа это одно дело знаете если она что-то преподает школе от себя в общем там изучила ну мало ли там кто знаете кто позитивное мышление он там нас и чумак и кашпировский вот и канавалов в общем различные сеансы в общем время заводы много чего тут было так что вот ну чумак так он есть кашпировский если он говорит так вот к нему претензии кашпировскому или к чумаку или клуб яновой а если ее вы приняли в масоны просто масонство ну как бы уже как бы давно вот такие вот зола то есть макер книги моя книга и и и и и вот и и мы и Продолжение следует...